Я когда уходила в сон, вот в этот дождь, вот в этот момент хотелось оказаться не здесь, не сейчас. Дочку было жалко, очень. Хотелось плакать, себя было жалко, и всех вокруг. Света, Света, ты слышишь меня? Светлана, открой глазки. Я хочу пить. Пить пока нельзя, немножко попозднее, хорошо? Помочу тебе. Помочу сейчас. Света, 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 Света. Света, Света! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нынешний трехтысячный високосный. По народным поверьям несчастливый, за столетний период наблюдений погоды, такая жара на Вятке в конце июля отмечается синоптиками лишь в третий раз. Возросла опасность возникновения крупных лесных пожаров на всей территории Кировской области. По данным прошлого года, число умерших в России превысило число родившихся на 76%. Через 50 лет россиян останется на земле менее 100 миллионов, а русские составят лишь половину от общего числа. К половину от общего числа. На животе холодок полежит. Как малыш. Малыш в детском отделении, все хорошо. Ему хорошо. Да, но ты не хорошо. У него все в порядке. Господи, слава Богу. Господи, слава Богу. Авиакатастрофа под Парижем, в которой погибли 113 человек, остается главной международной новостью. На месте катастрофы обнаружено 81 тело. Опознать в обугленных жертвах своих близких будет не только. Сегодня в Чечне на Фугасе подорвался российский БТР. Взрыв повремел на трассе Грозный-Шатой в районе дачного массива. Имеются жертвы и раненые. А вечером в Москву привел президент Киргизии Аскара Каев. В повестке дня его визита борьба с терроризмом, распространением наркотиков и оружия. Поздравляем возвод. За прошедшие сутки происшествия не случилось. В районе вроде бы все спокойно. Значит, ну и приятное. Значит, разрешите поздравить пожарного третьего корула Огородникова Андрея Леонидовича с рождением дочери. Харьки, я вам всех благ, счастья, ну, чтобы у вас все было. Из Чечни приходят сообщения о новых вылазках боевиков. Только в Грозном за минувшую ночь они 9 раз обстреливали позиции федеральных сил. Тем временем силовые структуры активно разрабатывают чеченские связи участников террористической группы, обезвреженные на прошлой неделе. Трагедия в центре Москвы. Сильный взрыв произошел в час пик в подземном переходе под Пушкинской площадью. Погибли люди, есть ранены. По предварительным оценкам специалистов, мощность взрывного устройства эквивалентна взрыву полутора килограммов тратила. Оглушенные взрывом люди горели заживо и задыхались в детском доме. Мне показалось, что и ночью шел дождь. Была дождь, а потом были ласточки. И так я все на небо смотрю, на облака. И Лизу вижу. Вчера приходил педиатр, сказал, что в течение суток как малыш адаптируется, значит так и будет. С легкими там что-то. Я все как бы с ней разговариваю, говорю, Лиза, дыши. Про папу что-то ничего не знаю, где он у нас. Всегда материнские чувства намного сильнее, чем в отцовске. Ну, переживал тоже очень сильно. Боялся за свет, боялся за ребенка. Тем более, что врач сказал, что мы не гарактируем нам жизнь ребенка. Не гарактируем вашу жизнь. Я говорю, я до сих пор как бы не верю еще, что у меня ребенок есть. Интересно, мы посмотрим, как она какая. Наглядя, что она очень симпатична. Главное нам теперь поправиться. Поправиться и набрать вес. Такое чувство, что она в солярии лежит. На глаза одеты очки. Такая смешная. Там очки подойдут. Ну, там они сделаны из такой... Из клееночки. Просто салфеточки подложены, сверху клееночкой так нарезы. Такая смешная очка. Я еще рыдать не могу, мне еще больно. Так вот, еще сдерживаю от этого. А так, мне кажется, я уже не могу поводу глаз, не знаю. И ладно, как бы не знаю. Он бы тут, наверное, уже все отделение на уши поставил. Как бы тяжело видеть, когда вот ребенок твой такой маленький. Еще он же очень маленький. Хоть бы чуть побольше. Я бы сама под капельницей лежала. Знаю, как это тяжело. Ну, ладно бы час-два. Это вот его 12 дня положили, сказали, до утра. Вообще, дети, это, мне кажется, сплошное расстройство. Теперь мне это понятно. Как бы о себе вот совсем не думаешь. Вот я сегодня хожу, специально себе делаю больно. И говорю, пусть маме будет больно, а Лизе нет. Вот настолько вот прямо зацикливаешься в том, что ей так больно сейчас. Криминальная обстановка прошлой недели в Кировской области характеризовалась большим количеством преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На взлете сегодня подростковая преступность. 26 июля в Смоленске в подъезде своего дома был расстрелян 36-летний предприниматель, президент независимой радиостанции «Весна» Сергей Новиков. Именно этой песней счастливый отец Андрей Огородников благодарит сегодня свою любимую жену Светлану, подарившую ему дочь Лизу. Наилучшее пожелание от радиостанции «Вятка-регион» всем молодым мамам и их новорожденным. Проходите, гражданин, проходите, не задерживайте. Когда мы только собирались, то мы думали вроде мальчика. Давай, давай. Баба тогда еще сказал, что рот заканчивается на тебе, вам надо мальчика. Потом я играю. Может, лучше девочка. Все-таки девочка, как и ты поближе к маме, и все. Как она отучилась, так мы и начали собираться. Это училась в институте в Санкт-Петербурге. Она же училась долго, пять лет с половиной. Сейчас надо заниматься гуладицейским учетом. Если бы знал, что такое гуладицейский учет, я бы, наверное, не пустил ее. Тяжелая очень работа, бумажная работа, занимает очень много времени, силу. Вроде так вот, не знаешь, думаешь, что там, сидят бумажки, перебирают, там, считают. Оказывается, очень тяжелая. Такие кучи бумажные, все перебрать, там, каждый месяц, каждый день, там, каждую, там, сделку все надо оформить, переделать. В общем, и, как и все, вся работа у нас в стране низкооплачиваемая. Низкооплачиваемая. Вот приходится подработать. Вот считаете, полторы тысячи рублей это сумка была. Это будет 55 долларов. И вот, насколько мне известно, то на Западе, в частности, в Америке, работа пожарная одна из высокооплачиваемых профессий. А у нас, получается, 55 долларов, это смешная, смешная заработная плана, которую даже, вот, некая среди ноги будет держать. Конечно, если б бюджет позволял, то я бы не стал старую приватку брать. А так приходится где-то глушное взять, где-то что-нибудь дешевле. Завершение драмы с заложниками в Греции. Полиция застрелила террориста, который несколько часов удерживал на яхте семью из Швейцарии. Все решил снайпер. 12 тысяч имен содержатся в специальном списке, составленном 3 года назад, после грандиозного скандала в Уэльсе. Там сразу в нескольких школах-интернатах преподаватели насиловали супных учеников. Это продолжалось долгие годы. 14 выпускников покончили с обумпистом. Покалечены сотни судеб молодых людей. Сегодня одну мамочку выписывали. Такая она счастливая. Все ей позавидовали. Все ее такими глазами провожали. Это просто вообще что-то невероятное. Когда он в Тибете находился, так и тут так все как-то волнуешься. А тут совсем другое. У кого мамочек не приносят накормление, чтобы хоть как-то вот услышать там, плачь или что-то еще. Ходят, как маятники по коридору, около дверей, печали в такой вот. Вроде бы радоваться надо, ведь человек родил. А счастья-то на лицах ни у кого нет. Мне писать. Мне писать это чувство. Это же пахнет, как ангелочек. Новым генеральным директором завода «Уралмаш» назначен известный предприниматель Каха Бельбекидзе. Бельбекидзе стал генеральным директором предприятия после убийства Олега Белоненко. Он был застрелен в Екатеринбурге две недели назад. По мнению Бельбекидзе, это убийство не могло быть связано с бизнесом. Еще о событиях дня. Новые баталии вокруг «РАО» есть в России. Часть акционеров снова поднимает вопрос о смене председателя правления. Они недовольны планами реструктуризации компании и политикой Анатолия Чубайска. Почти на всей европейской части России завтра будут идти дожди. В среднем по Волове пройдут грозовые дожди и будет жарко до 35 градусов. На севере Карелии ночью возможны первые в этом сезоне заморозки. В горных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Уважаемые партии, приглашаем вас в сети всех сутенских окружек. Здесь для вас большой выбор мягкой услышки. У папы сейчас за год дыши крыши, пеленки, надо сейчас все перестирать, перегладить, промыть с хлоркой кроватку, протрясти одеялки все, распашонки. Ой, бедный папа, мне его жалко. Папа сдал свои позиции. Мама так хотела девочку, получила девочку. Я поняла, что мне очень привезло в жизни с мужем. У него в глазах столько вот этой вот нежности, что чувствуешь такую опору за собой. И для меня чувство уважения выше даже, чем любовь. Любовь – это оболочка. А вот уважение – это то, что внутри. Я вот в твое город посмотрю. Ну, в этот свет не много. Не много? Нет, конечно. По полгоду лежат. Не вставая с кровати. Я сказала, за сыном приду. Так они обрадовались. Они там близко, как любимица была. Они говорят, как они, без вас было. Да. Когда по следующему поедем? Когда за следующим поедем? За следующим, когда поедем? Завтра, Сережа. Скоро, Сережа. Когда машина у тебя будет уже пограсивее еще. Еще краше. Еще краше, тогда и поедем. От тебя тоже зависит. Нет, два-три года после Кесаря. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь к другим событиям. Ущерб от землетрясения, произошедшего в минувшие выходные, на Сахалине уже оценивается в десятки миллионов рублей. Сахалин оказался зажат между Сциллой и Харибдой стихийных бедствий. Остров буквально лихораден. В минувшую субботу случилось сильнейшее за несколько лет землетрясение. Все дыхает, она устала. Субтитры сделал DimaTorzok. Другим, ты сидишь на ней, прям все на нее смотришь целый день, не открывая глаза. Они сказали, что все мамы, которые уже старше 27-25 лет, все так реагируют на детей. Над ними прямо вот трясется. Мне кажется, любая мама трясется. Столько ходить, мучиться потом. Добрый день. Сейчас я с Ведой там дам поговорить. Свету дам тебе. Алло. Привет, Асик. Ну, спасибо. У меня-то все замечательно. Вообще, мне даже понравилось. Да, конечно. Ну, так вот, вот. Девчонки-то там у нас в столовой говорят, чтоб я еще раз. Да, 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 да. А я пошла, говорю, ну ладно. Дети у нас, говорю, годика через два. Вот. Главврач говорит, как приятно слушать. Мало кто женщин так говорит. Я говорю, мне понравилось. Так что вот. Что, Андрюха тебя замучил, да, с этим? Я говорю, ты у всех вокруг... В начале этой недели операция по спасению экипажа подводной лодки Курск превратилась в операцию по подъему тел погибших подводников и самой субмарины. Поднять лодку до наступления сезона штормов в Баренцевом море практически невозможно. Операция эта займет не один месяц. Мысли непонятно даже о чем. Как бы ощущение, ты как курица, а она как цыпленок. И вот над ней все кудахчешь. И вот все, что вокруг тебя... Небо, небо, небо. Такое... Как это сказать? Вот, не знаю, мне такое ощущение, что я нахожусь под колпаком. Вот колпак я и ребенок. И больше никого нет. Остальное как бы за. Да. А вот мой дом даже какой-то такой неродный пока. Может, отводится. Мне кажется, это вот именно связь вот эта вот... Не знаю. А может, это после родов такое опять дом? Светлана. Светлана. Это вот эта тесюмочка-то, да? Папа. Как ты еще? Красивая. А, как королева будет. Боже мой. Как фата. Таких дней тебя побольше. Молодец. 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 Красиво очень. В течение всего дня на поле оперативных дежурных в Москве не было информации о подозрительных предметах. Панику вызвало сообщение о том, что в многоэтажном доме на Коровинском шоссе обнаружен странный предмет. Очень похоже на взрывное устройство. Совет Федерации предложил Госдуме создать еще одну согласительную комиссию. Верхняя палата, судя по всему, решила начать все сначала.